Доброе утро, братья и сестры! Как Олег Петрович сказал, мы продолжаем изучать Иван Гатматфея. Сегодня у нас на очереди отрывок, 26 глава, с 69 по 75 стих. Это так называемое отречение Петра. Давайте вначале прочитаем этот отрывок. Петр же сидел на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала, «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся перед всеми, сказав, «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, «И этот был с Иисусом Назореем». И он опять отрекся, склятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, «Точно и ты один из них, ибо речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, горько плакал. Знаете, я думаю, что для всех, кто вот услышал или прочитал эту историю, поступок самого апостола Петра, одного из самых ближайших учеников Христа, если, наверное, не самого, может быть, ближайшего и главного, выглядит, мягко говоря, некрасиво. Это была великая трагедия для самого Петра. Но сегодня, друзья, я хочу, чтобы мы с вами попытались разобраться не просто во внешней схожести поступка отречения Петра и предательства Иуды, но попытались увидеть разницу в мотивах этих двух людей. Я думаю, что это очень важно и очень будет назидательно для нас, потому что часто мы судим людей по поступкам, по внешним каким-то таким проявлениям, по каким-то фактам, и не пытаемся понять их мотивы, выяснить глубинные причины их действий. И это делает нашу оценку, или, если хотите, наш суд, неверным или ошибочным. Этот случай весьма подробно описывают все четыре евангелиста. Ну вот зачем Святой Дух побудил их всех запечатлять на века этот крайне неприглядный поступок такого авторитетного апостола, как Петр. Думаю, что мы все догадываемся, что это неспроста. Значит, эта история должна нас лично научить чему-то очень важному. И вот сегодня об этом я хочу с вами поговорить. Первый вопрос, который я хочу задать к этому тексту – как и для чего Петр оказался во дворе самого первосвященника? Чуть раньше в 57 стихе написано, «А взявшие Иисуса отвели его к Каиафе первосвященника, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец». Из двух других Евангелий мы узнаем, что, когда Иисуса схватили, у Марка 14, глава 51 стих, один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. А у Иоанна 18, главе 15 стихе написано, «За Иисусом следовал Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра». Все исследователи считают, что этим юношей был Иоанн. Хотя написано, что после ареста Иисуса Христа все ученики разбежались, Иоанн почему-то, хотя и не без приключений, все же последовал за этой толпой в дом первосвященника. Писание нам не объясняет причину, почему он туда пошел, но только благодаря такому удачному, случайному стечению обстоятельств Петр и смог оказаться во дворе первосвященника. И это ответ на вопрос, как он оказался там. Но зачем он туда стремился так? Вот эта фраза, друзья, в конце 58 стиха «Чтобы видеть конец», отвечает на этот вопрос и, как я считаю, является очень важной в понимании всей этой истории. Как вы думаете, почему Петр хотел увидеть конец того, что будет с Иисусом Христом? Я думаю, что ответ достаточно простой и очевидный. Потому что Петр искренне любил Иисуса, и он хотел быть с Ним максимально рядом до самого конца и увидеть все, что будет происходить с собственными глазами. Знаете, когда Петр трижды отрекся от Христа, кажется, что это проявление трусости и даже предательства. Но давайте вдумчиво и внимательно посмотрим на факты. Не то чтобы я хочу как-то убелить Петра, но давайте попытаемся понять сердце Петра и его мотивы, исходя из имеющейся у нас информации, которая оставлена в Богодухновенном Писании. Что такое трусость? Это когда под давлением внешних факторов человек ради избежания каких-то личных страданий или потери какого-то комфорта готов переступить через черту того, что всеми считается правильным, что является моральным долгом для любого человека. Трусость всегда является следствием какого-либо страха у человека и его эгоизма. Под влиянием такой сильной эмоции, как страх, человек бывает способен на любые действия, и порой высокая степень трусости может толкать его даже на очень тяжкие преступления. Рядом с разрушительными формами проявления трусости часто стоит предательство, поскольку, не имея внутренней стойкости, позволяющей противостоять давлению и зне, мнение человека будет меняться в угоду обстоятельств с одной лишь целью – избежать личных негативных страданий. Кстати, понятие трусости и храбрости не все мыслители считают противоположными, но что они занимают принципиально разные положения в этике. Действия храброго человека выходят за пределы должного, в то время как трусость проявляется вне исполнении должного. Как вы думаете, когда Петр последовал за арестованным Христом в дом первосвященника, он отдавал себе отчет, что с ним может там произойти? Неужели Петр не понимал, куда он идет, когда он знал, что это логово врага, по сути? Я думаю, что ответ очевиден. Действия Петра были продиктованы совсем не трусостью, но наоборот, это был храбрый поступок, так как другие десять учеников убежали в неизвестном направлении. Когда огромная толпа пришла арестовывать Христа, кто единственный из всех его учеников с мечом бесстрашно бросился защищать своего учителя? Может быть, это был Иоанн, один из сынов Громовых, а может быть, Симон Зелот или еще кто? Нет, это был Петр. Это, друзья, проявление храбрости или трусости? Тоже, думаю, вопрос риторический. А что говорил Петр, ну и другие ученики, на самой вот недавней, последней вечере? Я вам прочитаю, это у Марка, евангелиста. Марка, 14 глава, 27 стиха. И говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря и рассеются овцы. По воскресенье же моем я предваряю вас в Галилее. Петр сказал ему, если и все соблазнятся, но не я. И говорит ему Иисус, истинно говорю тебе, что ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня. Но он еще с большим усилием говорил, «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Если бы они искренне не считали себя готовыми умереть за Христа, неужели бы они так бездумно и бессовестно врали о своей преданности Христу и друг другу? Есть ли тут хоть какой-то намек на их трусость? А помните, какой состоялся разговор между учениками, когда умер Лазарь, и Иисус решил вернуться для того, чтобы его воскресить? Я помню, Иоанн 11 глава с 1 стиха, но выборочно. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария, Марфа, сестра ее. После этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему, Рави, давно ли Иудеи искали побить тебя камнями, а ты опять туда идешь? Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем, и мы умрем вместе с ним. Ну что, друзья, разве согласие всех учеников последовать за Иисусом в смертельно опасное место, не доказывает нам, что они не были какими-то, знаете, болтунами и трусами, но это были достаточно храбрые люди. Однако, когда действительно храброму Петру удается забраться максимально близко к месту, где находился арестованный Иисус Христос, во двор первосвященника самого, происходит ситуация, в которой все-таки он не был готов. Именно об этом его пророчески предупреждал Иисус. И именно в этом состоит наиважнейший урок и для Петра, и для нас с вами. Почему Петр оказался к этому не готов? И к чему он оказался не готов? Знаете, вот жизненный опыт показывает, что непроизвольная реакция на неожиданные, непредвиденные обстоятельства более точно характеризует сущность человека, чем какая-то запланированная реакция на ожидаемые обстоятельства. Наш истинный характер проявляется, скорее всего, именно вот в таких ситуациях, когда нас что-то застигает врасплох. Гордая самоуверенность и тесно связанную с ней импульсивность Петра были его ахиллесовой пятой. И именно в это слабое место целился сатана со своими искушениями. Упрямая вера Петра в себя и нежелание полностью довериться Господу сделали его уязвимыми в этой ситуации, когда внешнее воздействие попыталось помешать его планам. Когда какая-то служанка своим замечанием поставила под угрозу нахождение Петра во дворе первосвященника, он не успел ничего придумать лучше, чем просто соврать. Дальше, если просуммировать детали из разных Евангелий, мы увидим, что после этого Петр сначала вышел на передний двор и на всякий случай поближе к воротам, но и там его опознали, он снова солгал, причем уже с клятвой. Считалось, что всякая клятва, которую давал еврей, произносилась Божьим присутствием независимо от того, упоминал он имя Бога или нет. Поэтому, по сути, Петр призвал имя Бога в свидетели своей лжи. Расстроенный, смущенный, загнанный в угол Петр, отчаянно пытался скрыть, что имел отношение к Иисусу, и тем более, что он был его близким другом. И тогда он выходит еще дальше, за ворота, очевидно для того, чтобы избежать, скажем так, повторения этих ситуаций. Каждый раз, вероятно, он уходил не спеша, чтобы не привлекать внимания и не создавать впечатление, что он убегает, будучи увлеченным во лжи. Но, несмотря на все предосторожности, его вскоре снова опознали. И в этот момент Петр достиг, наверное, с самого дна своего падения, упорно отказываясь положиться на Иисуса, он сделал еще один шаг на пути отречения. 74 стих. «Тогда он начал клясться и божиться, что не знает всего человека». Слово «клясться» в оригинале – это очень резкое слово, которое означает, что человек, который клянется, призывает смерть на свою голову от руки Бога, если он лжет. Это, возможно, самое чудовищное употребление имени Бога в суе, которое можно только себе представить. Петр, по сути, как бы сказал, «Пусть Бог проклянет и умертвит меня, если я говорю неправду». Слово «божиться» было менее категоричным заверением в том, что человек говорит правду, но, тем не менее, это тоже было достаточно сильным утверждением. Кажется, теперь Петр потерял всякое ощущение реальности и, похоже, напрочь забыл пророческое предупреждение Христа. С каждым очередным опознанием Петра в том, что он друг арестованного Иисуса, по мере того, как эти высказывания становились все более конкретными и носили характер обвинения, Петр все больше впадал в крайность, и его отречение становилось все более категоричным. Если мы снова просуммируем детали из разных Евангелий, то, когда Петр еще говорил эти последние клятвенные отречения, вдруг запел петух. И в этот же момент написано, «Господь, обернувшись, взглянул на Петра». Очевидно, через окно, которое выходило во двор. И вот в этот момент их глаза встретились. Этот взгляд пронзил Петра до глубины души, облечив грех в его сердце и совести. И 75 стих. «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Эти пророческие слова Христа и его взгляд заставили Петра испытать невыносимые муки стыда и угрызения совести. И дальше написано, «И выйдя вон, плакал горько». О чем же горько плакал Петр? На первый взгляд, кажется, тут все понятно. Он раскаялся о своем трусливом отречении от Христа. По сути, в предательстве Христа. Знаете, многие годы я вот как-то тоже так думал, что так просто тут все понятно. Но теперь, вот, наверное, пользуясь случаем, что мне достался сегодня на разбор этот отрывок, я хочу поделиться с вами своим каким-то таким новым взглядом на это и иным таким заключением. Какое-то время назад история троекратного отречения Петра, и я уверен, что глубоко связанное именно с этим троекратное потом подтверждение любви Христа Петром, когда после рыбалки они встретились, вот эти события, они как-то заставили меня все-таки как-то вот больше углубиться в этот поступок Петра, в его вообще действия. Как я уже сказал, и, надеюсь, вам показал, объяснил, что поступок Петра был продиктован не трусостью и не безрассудством. Вот. Но это был храбрый поступок – пойти в дом первосвященника. И за этим могло стоять только одно – искренняя любовь к своему Господу и Учителю. Главной целью всех его действий было непоколебимое желание любой ценой увидеть своими глазами, чем закончится арест Христа. при этом он прекрасно понимал, что он рискует не просто, может быть, своей свободой, но даже собственной жизнью. но разве не страх заставил Петра отречься вот в тот момент от Христа? Возможно, все-таки вы скажете. И знаете, кажется, что это так. Вот на первый взгляд кажется, что это так. И я так тоже раньше думал. Но тогда это вступает в противоречие с теми фактами, о которых я вам говорил. Разрешимо ли это противоречие? Теперь для меня – да. И я вам объясню, почему. У Петра был четкий и отчаянный план. Написано, какой план? Он был четкий и отчаянный план, чтобы видеть конец. Но ради достижения своего, может быть, благородного плана, он использовал ложь. Это как раз тот случай, когда говорят о лживо спасении. Это как раз тот случай, когда говорят, что цель оправдывает любые средства. Но знаете, друзья, все вот это утверждение – это сатанинское заблуждение. Петр в тот момент не посчитал свою ложь чем-то таким, знаете, страшным, ибо у него действительно была очень высокая и смелая цель. Но все это было замешано на его самоуверенности, самонадеянности. И он настолько полагался на себя, что он просто выкинул из головы то предупреждение пророческое, которое ему сказал Христос. Но когда все произошло в точности, как сказал Христос, вот тогда Петр прозрел. Он наконец ясно понял, каким был самоуверенным, каким маловерным, каким внутренне духовно слабым человеком, что для достижения своей благой цели он использовал мерзейшую ложь. именно осознав все это, за какие-то мгновения он поспешно вышел и горько, горько зарыдал. Можно сказать, что это еще Божья милость к Петру, что его никто не стал преследовать, и он смог где-то укрыться и остаться один на один со своими переживаниями. Помните, когда Иисус уже воскрес, и Петр с другими учениками пошел ловить рыбу, и они ничего не поймали в эту ночь. Но когда сам Иисус сказал им закинуть сети, и они после этого не смогли их вытянуть, самый сообразительный из всех учеников Иоанн сказал не самому сообразительному Петру, что это Господь. И Петр не стал помогать вытягивать сети, грести до берега со всем этим добром. Он это бросил все. И тут же бросился за борт и поплыл к Иисусу. Почему он так поступил? Он что, забыл про свое отречение? Думаю, что такое не забудешь. Что могло быть сильнее позора и стыда для Петра перед Христом? Только одно, друзья. Глубокая, искренняя любовь ко Христу. И вот эти три вопроса, которые Иисус задает Петру, любит ли он его. Не только подтвердили это, но и помогли Петру окончательно признать свою духовную слабость, свою разрушительную самоуверенность, свое маловерие, свою вот эту слабость, признать то, что Господь всегда был прав, и его слова тверже и правдивее всех наших слов и обещаний. Скажу больше, друзья. Только с третьего раза Петр нашел в себе силы переступить через свое самолюбие и только тогда, без тизнения, признать свое духовное поражение. Когда Иисус первый раз спросил Петра, любит ли он его, Петр достаточно спокойно и самоуверенно еще заявил в присутствии других учеников, что, конечно, да. Когда Иисус второй раз спросил об этом же Петра, он начал догадываться, что дело, как говорят, пахнет керосином. Но все же, собрав в себе остатки гордости и тщеславия и максимально убедительно в глазах других людей заявил, что да, 300 процентов, да. Но когда Иисус третий раз спросил об этом же Петра, только тогда, наконец, он сказал, Господи, Ты знаешь все. Ты знаешь, что я люблю Тебя. И вот тут, наконец, Господь дождался окончательного и долгожданного глубокого покаяния во всех своих слабостях и ошибках Петра. Вот эта новая фраза, которая появляется в третьем ответе Петра, Ты знаешь все, добавленная Петром, она говорит о том, что, наконец, он признал свое бесславное падение там, во дворе первосвященника. Но, несмотря на этот позор, он продолжает тянуться ко Христу, и доказательством этого являются его действия в конце вот той рыбалки. Это доказывает нам, что Петр в себе глубоко осознавал и находил то, что, несмотря на все свое несовершенство, он все равно искренне и по-настоящему любил своего Господа. Если бы это было не так, он бы поступил подобно Иуде. Казалось бы, и Иуда, и Петр совершили внешне одинаковые поступки. Оба, казалось бы, выглядели предателями. Но внутренние мотивы у этих людей были совершенно разные. И были совершенно разные финалы этих историй. Когда Петр понял, что он совершил, он плакал и мучился в своей душе. И как только у него появилась возможность встретиться со своим Господом, он, переступая через свою гордость, самоуверенность, лицемерие, и бросив все, бегом, точнее, вплавь, в сокрушение сердца, стремится к общению и восстановлению отношений со своим любимым Господом. Хотя, снова повторюсь и отмечу, что Иисусу приходится помочь Петру и в этом, потому что это происходит с ним только после третьего вопроса, с третьего раза. А что же с Иудой не так? Когда Иуда понял, что он совершил, как оказалось, большую ошибку, и что он не смог переиграть Иисуса и заставить Его проявить свою сверхъестественную силу для установления земного царства, где бы все апостолы, конечно, получили самые высшие места, о чем недавно говорил, по-моему, отсутствующий сегодня брат Александр Каштальян, он тоже плакал и мучился в своей душе и раскаивался. Но в чем он раскаивался? Прежде всего в том, что у него не получилось воплотить в жизнь свой хитрый и корыстный план. Он рассуждал так же, как рассуждают современные преступники, которые угодили в тюрьму. Знаете, о чем по-настоящему сожалеют преступники, у которых спрашивают об этом? Не о том, что они совершили преступление, а о том, что их поймали. Как было бы хорошо, если бы их не поймали. Они бы с удовольствием дальше могли совершать свои преступления. Им было совершенно плевать на своих жертв. Иуда был очень гордым, жадным, хитрым, жестоким, бессердечным эгоистом, хотя он это мастерски скрывал от других людей. В отличие от Петра, Иуда никогда не любил Иисуса всем сердцем своим, всей душею своей, всем разумением своей и всей крепостью своей. Больше всего Иуда любил себя. Знаете, на какого человека в Библии похож Иуда? Был такой человек по имени Ахитофел. 2 Царств 16, глава 23 стих. Советы же Ахитофела, которые он давал в то время, считались, как если бы кто спрашивал наставления у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Весолома. Но что сделал Ахитофел, когда его план, его совет не сработал? 2 Царств 17, глава 23 стих. И увидел Ахитофел, что не исполнил совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен во гробе отца своего. 2 Царств 17, глава 23 стих. Чтобы долго не мучиться, просто пошел и через самоубийство быстро решил эту проблему. Если бы Иуда хоть сколько-то любил Иисуса Христа, как Господа, он бы не пошел на такой шаг. И надо отметить, что Господь на протяжении всего времени, когда Он был со своими учениками, Он столько раз давал Иуде возможность выбрать в пользу того, чтобы полюбить больше Бога, нежели Мамону. Но Иуда не захотел. Иуда оказался неисправимым эгоистом. Истинная сущность Петра проявилась не в его отречении, а в его храбрости и покаянии, основанном на искренней любви. Истинная сущность Иуды проявилась даже не в его предательстве, а в его гордости и жадности, основанной на глубочайшем эгоизме. При внешней схожести двух поступков разных людей у них могут быть совершенно разные мотивы и, как следствие, разные финалы. Поэтому, друзья, мы и не должны торопиться с выводами о поступках и делах людей и сохранять предвзятость, несмотря на новые факты или информацию, но должны стараться быть беспристрастными, нелицемерными и максимально объективными в оценке действий других людей. И что еще очень важно, быть более милосердными, нежели строгими и справедливыми, ибо у Бога милость превозносится над судом. Итак, какие же выводы мы можем сделать для себя из всего вышесказанного? Первый такой вывод. Эта история подтверждает божественность Христа, Его абсолютное знание будущего. Что бы мы ни думали и ни говорили, что бы ни думал и ни говорил Петр, все слова, сказанные Иисусом Христом и записанные во всей Библии, во всех случаях, сто процентов исполнятся, какими бы невероятными и трудными они нам не казались. Это урок того, что мы должны на сто процентов доверять нашему Богу и на сто процентов не доверять себе, потому что Он Бог, а мы просто люди. Второй вывод. Этот отрывок еще раз подтверждает нам и показывает удивительную терпеливость, любовь и милосердие Христа ко всем своим ученикам, у которых далеко не сразу все хорошо получалось на пути следования за Ним. Даже такие великие мужи, веры, как мы их называем, Иов, Авраам, Моисей, Давид, многие другие, даже тот же Петр, на пути своего духовного развития и обретения духовной зрелости падали и совершали различные акты маловерия и потакания своей греховной плоти. Но написано в притчах, ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. А вот что на этот счет написал апостол Иоанн, 1 Иоанна 3,20. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. А уже духовно зрелый апостол Павел об этом написал так. Филиппийцам, 3 глава, с 12 стиха. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задний и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Я думаю, что если бы Иисус не молился о Петре до того, как произошла эта история, очень вероятно, что Петр тогда бы сломался и оставил бы свое апостольство. Гордость бы не позволила, как у Иуды. В Луке, в 22 главе, 31 стихе написано. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудила вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Вот эти слова Христа открывают реальность духовной войны. Иисус знал, что сатана будет искушать его учеников, и его целью будет разрушить их веру и погубить их души. Кстати, друзья, это также говорит нам о том, как важно нам молиться о себе, чтобы нам именно с Божьей помощью преодолевать все искушения и все испытания, которые сваливаются на нашу голову. Помните, незадолго до отречения Петра, когда Иисус молился в Гефсиманском саду, его ученики каждый раз засыпали. И там Он сказал им про один очень важный принцип успешной, победоносной духовной жизни. Он им так сказал, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же немощно. Бог от всего сердца, если можно так сказать, желает нам быть победителями над нашими собственными немощами, слабостями, похотями, маловерием, малодушием и прочими грехами. Ибо только побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая, пообещал Господь в откровении всем верующим. Побеждающему дам вкушать сокровенную ману и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Бог исключительно заинтересован в нашей победоносной христианской жизни. И если мы это глубоко осознали и искренне стремимся к этому, Он будет помогать нам в этом самыми различными способами, несмотря на все наши досадные ошибки. Потому что Бог любит нас, и Он любит нас как детей и заботится о нашем наивысшем благе. Третий вывод – это болезненный урок Петру, это урок и для нас с вами, для нашей с вами, присущий каждому из нас самоуверенности и самонадеянности по этой жизни. Я уверен, братья и сестры, что у абсолютно всех верующих с этим есть проблемы. И вот этот урок, который был тогда уроком для Петра, он сегодня полезен и нужен для нас, чтобы напоминать нам об этой опасности в нашей духовной битве. наша самоуверенность, наша самонадеянность могут привести нас только к духовному поражению и как следствие к слезам и последующей нужде к покаянию. И только наше доверие, полное доверие Богу, всех наших жизненных обстоятельств, наших внутренних переживаний, наших материальных и духовных нужд может привести к их решению и разрешению. В Иеремии 17, 5 сказано, известные слова. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опору, и которого сердце удаляется от Господа. И последний, четвертый урок этого отрывка состоит в том, что достижение любой, даже очень хорошей, доброй, правильной цели не оправдывается никакими греховными средствами, в частности, ложью. Друзья, никакая ложь не творит правды Божьей. Ложь – это главнейшее средство в арсенале сатанинской идеологии, о которой я не так давно проповедовал. Ложь всегда приводит человека к падению и к погибели. Участь всех лжецов в озере горящим огнем и серою. Это смерть царая. Книга Откровения, 21 глава, 8 стих. Друзья, никогда не пытайтесь достигнуть для себя каких-либо благ, успеха, признания, выгоды, удовлетворения, удовольствия и тому подобного с помощью лжи. Только истина, только правда, только честность и всякая чистота принесут нам подлинную радость, мир и удовлетворение в этой жизни. И по-другому, друзья, никак. Аминь, братья и сестры. Давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя, что Слово Твое полно правды. И в нем столько назидательных примеров, столько фактов из жизни многих людей и хороших людей, и нехороших, для того, чтобы нам, Господи, учиться и на их ошибках, и на их, Господи, успехах. Помоги нам, Господи, благоговеть перед Тобою, иметь страх, Господень, взращивать в себе доверие, стремиться, Господи, любить Тебя всем сердцем, всем душою, всей крепостью, всем разумением, всеми силами своими, дабы прославить Тебя, Господи, на этой земле. Помоги нам в этом, Господи. Тебе за все хвала. Аминь. Запись этой проповеди была подготовлена для вас церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу город Минск, улица Горецкого, дом 93.